Доброе утро, мои дорогие! С вами Ирина Вардирисян. Я, как и обещала, сегодня сделаю лирическое отступление и расскажу о том, почему я выбрала именно эту профессию. Я из Портновской династии основателем нашей династии был мой прадед. Жили они под Харьковом и была у них артель, то есть мой прадедушка, его жена, шестеро его сестер и дочь работали в одной артиле. Шили они разную одежду, и легкое, и верхнее. Но после того, как дедушка остался с одной рукой, он шил только тулупы. Ну, я сейчас очень жалею, что в свое время у бабушки своей не расспросила подробно и знаю очень мало о том, как работал дедушка вот одной рукой. Но это как бы было в семье, само собой разумелось, никто об этом особенно не говорил. И да и некогда было говорить. Всегда были все предели. Ну, теперь уже мамочка моя сколько рассказала мне о моем прадедушке, я все вот это помню. Ну, это были очень трудолюбивые люди. И вот сейчас, когда мне задают вопрос, как вы все успеваете, успеваете, шьете там, я увлекаюсь еще цветочками, розы выращиваю. Ну, видимо, так вот у нас заложено. Мы, наверное, портные должны чем-то вдохновиться и в чем-то найти свое утешение после тяжелых портновских будней. Поэтому, помимо основной работы, есть еще какие-то увлечения. Ну, в моем случае это цветочки. Я надеюсь, что я всех радую своими картинками. Вот. Ну, приходится немножко совершенствоваться как фотографу, ну, как умею. Ну, вот по поводу дедушки, вот пару слов. Хочу сказать, что вот всех сестер он выдал очень удачно замуж, поскольку было ремесло прибыльное, хорошо шили, хорошо зарабатывали. Мои прабабушки были все завидными невестами. Вот. И хочу еще сказать, что спустя много лет, когда мы были проездом в Запорожье, мы решили навестить моих прабабушек, то есть сестер моего прадедушки. И были очень удивлены тому, что в таком солидном возрасте уже 80, около 80, и за 80 лет мои прабабушки украсили свой дом разными рукодельными поделками. То есть все было вышито, все было выбито. В те времена делали вышивки, делали мережки. Потом все было связано, салфеточки вязаны всюду. И помимо этого были заготовки, висели на кронштейне заготовки к примеркам. Мы очень удивились, спросили, ну а как в таком возрасте, кому вы шьете, они сказали, что теперь мы шьем бабушкам на улице. Кому халатик, кому ночнушка. То есть при этом они были очень живые, юморные. То есть наше ремесло, я так думаю, способствует долголетию, и вообще хорошему настроению, доброжелательности. И вообще такой, как бы мы больше замечаем красоту. Я так надеюсь, что все мои коллеги больше замечают в этой жизни красоту. Ну и поскольку мы делаем женщин красивее, доставляем им какие-то мгновения счастья, отсюда, естественно, и у нас в душе всегда праздник. Почти всегда. И тут же забывается, с какими трудностями ты это сделал. Но важен результат. Вот что еще хочу сказать по поводу портновских профессий. Я раньше, ну и всегда очень интересовалась такими историями. Мне, естественно, интересно, как работают другие. Может быть, этот опыт мне пригодится. Ну, в литературе ни разу не встречала никаких историй о портновских династиях. Ну, отдельное изречение только, отдельное высказывание. И если встречалось что-то такое в документальных фильмах или в литературе, то это обязательно была история о зарубежных каких-то портных. Ну, документальные фильмы, даже сериалы художественные. И было всегда, честно говоря, очень как бы жаль, что вот эти истории не отражены никак. Потому что, ну вот, получается так, что только зарубежные портные создавали шедевры, только зарубежные дамы одевались элегантно, красиво. Ну, это же не так. Судя по фотографиям наших мам и бабушек, можно судить о том, что наши дамы, даже не столичные, одевались очень интересно. И крепдышиновые платья с 24 клиньями. Можете себе представить, какие это платья? С подрезами, с драпировками. Всегда вкладывалось много фантазии. И всегда, я хочу сказать, со вкусом всё было сделано. Ну, очень жаль, конечно, что мало такой литературы. Я вот чувствую по общению в Инстаграм, что есть интерес к этому. Ну, вот что могу рассказываю? Такие кофеминутки, в которых можно поделиться опытом, что-то интересное рассказать из нашей портновской жизни. Я думаю, я понимаю, что это интересно только нам. Ну, я для своих коллег стараюсь, для начинающих. Это их, возможно, вдохновит. Ну, что ещё хочу сказать? Вот у нас были такие традиции в семье, что моя бабушка, у неё было много внуков и правнуков. Вот моя бабушка, у неё была традиция такая, к свадьбе очередного внука она обязательно вышивала ковёр. Ну, шилось, естественно, всегда всё шилось. На каникулах мы обязательно собирались или у бабушки, или у тётушек, демонстрировали свои наряды, кто что шил за год. Это был такой модный показ. Ну, рассказывались всякие истории портновские, о работе с клиентами, какие случаи были. Эти воспоминания очень греют душу, очень вдохновляют. Ну, а вот по поводу подарков к свадьбе моя бабушка вышивала вот такой вот ковёр. Вот видите, он весь вышит крестиком на мешковине. Эта мешковина красилась. Вот видите, они такие яркие. Тогда была такая традиция. Во-первых, весь дом был увешан такими коврами. Это сейчас кажется странным, но тогда вот такие были евроремонты, я бы сказала. Вот такой вот ковёр обязательно дарился на свадьбу. Я долгое время это использовала в качестве покрывала, но потом уже я решила, что это наша семейная реликвия, и я буду его бережно хранить. Его надо вот подремонтировать. Ну, это же очень важно, я так думаю. Для меня, например, ну, уже, видимо, с возрастом понимаешь, что вот такие традиции, такие мелочи или не мелочи, это очень важно, чтобы в семье, ну, как бы была такая атмосфера и творческая, и атмосфера любви, и какого-то тепла, который передаётся от поколения в поколение. Ну, это некрасивые слова. Вот с возрастом понимаешь, что это очень важно. Вот так вот воспитываются дети не тем, как вот им. Я, например, не представляю, что посадить ребёнка и начинать его воспитывать. Ребёнок впитывает то, что он видит. Вот мне, например, очень жаль, что у меня дочь не пошла по моим стопам, но она больше похожа на мужа. Вот я очень надеюсь, что моя дочечка может, внучечка, может быть, пойдёт по моим стопам, но ещё если сыночек женится, у него будут детки, и, может быть, даже внук или внучка продолжит наше дело. Это будет замечательно. Ну, что ещё хочу сказать? Вот сейчас всего не вспомнишь конспекты писать, как мне моя мамочка советует. Пиши конспекты, ну, как в школе, как вот у преподавателей принято. Ну, я так не умею, у меня всё экспромтом, потому что я теряюсь, и мне, честно говоря, жаль времени на эти конспекты. Ну, вот пока что рассказала основное. Я ещё хочу сказать, что в моих роликах будут примеры моих работ, но, к сожалению, уже только на фотографии, потому что вещи давно носятся. Вот. И буду рассказывать. Задавайте вопросы, может быть, по каким-то фотографиям конкретно. Но я хочу сказать, опять же, про швы мне говорить как бы не то, что неинтересно. Об этом говорят очень многие. Я больше буду по идеям, по декору. Задавайте вопросы конкретно. Я буду стараться на них отвечать уже в роликах. Так будет продуктивнее, конкретнее. Ещё один момент вспомнила, дорогие мои. Вот часто мне... Читаю, когда переписку свою, там некоторые коллеги говорят, что вот, семья не поддерживает. Это, конечно, печально. Но хочу вас столь утешить. Когда я начинала шить для людей, мой муж был категорически против. Понятное дело, в маленькой квартирке приходят люди. Это ему очень не нравилось. И даже когда, ну, это, естественно, была необходимость шить, потому что, ну, в советские времена трудно было выживать. Все это знают. И приходилось, да, работать, зарабатывать копеечку. Я, кстати говоря, хочу сказать, что если мой труд, вот это вот, это очень сложно отрываться от работы, делать эти ролики. Но я поняла, что, что там говорить, у нас сейчас непростая ситуация в стране. Если кому-то это помогает, моя идея какая-то поможет, заработать копеечку коллеги, я буду просто счастлива, потому что я еще помню те времена, когда, да, и мне приходилось очень тяжко работать, чтобы эту копеечку заработать. Так вот, семья была совсем не за. Потом было несколько таких случаев, которые, ну, после которых муж вообще запретил мне работать. Но, видите, потихонечку, полигонечку, видимо, муж видел, что это в генах невозможно никак этому противостоять. И, в конце концов, ну, не прошло, правда, и 35 лет он меня поддерживает. Конечно, подтрунивает над нашими кино, ну, потому что серьезный человек, ему кажется это баловством. Ну, я все-таки пытаюсь ему рассказать, что от этого должна быть польза людям. Ну, а почему нет? Меня же тоже в свое время кто-то учил. Это на производстве мои любимые коллеги, вообще наставники, мастера. Я всю жизнь вспоминаю с теплотой этих людей. Я еще вспоминаю то, что наша мастерица Нина Даниловна Сухорукова очень интересно нам рассказывала какие-то детали, поскольку в Ростове я была новый человек, мне это было очень интересно. Она показывала какой-то узел, или там учила верложить, и обязательно рассказывала истории про старый Ростов. Вот там переулки мы, на Тимирницкой наша фабрика была, и она рассказывала, вот на газетном было в старые времена то-то, и вот так вот, вот там магистка жила. В общем, такие мелочи, которые так интересно были, это была как сказка для нас. Ну, я не знаю, насколько мои рассказы, как сказка, но я так думаю, дальше я буду рассказывать какие-то портновские байки, мы немножечко посплетничаем с вами. Вот, это будет интересно, потому что были такие интересные случаи в моей практике, поучительные, интересные, вдохновляющие, успокаивающие, может быть, потому что если у какой-то моей коллеги вдруг случился какой-то оврал, или случился, не дай бог, какой-то казус, и она это очень переживает, то я могу её поддержать, сказать, что у меня ещё не то было. Ничего, это всё забывается, приходит опыт. Вот, как с клиентами общаться? Даже мне коллега моя, Ирочка Лиманская, спрашивала, как вы отказываете, вот об этом тоже можно поговорить, потому что, ну, у нас же тут своя тусовочка, отказывать тоже надо иногда, потому что вот эти душевные силы, которые ты тратишь, и потом всё это не возвращается как бы теплом, а вообще стресс какой-то, зачем это? Надо предотвратить, и это, вы знаете, у себя оправдывает, вовремя сказать «нет». Я вот хочу сказать по поводу, по поводу, это очень, конечно, интересный опыт, вот это общение в Инстаграм. Бывает так, что в директ ко мне обращается кто-то, но я понимаю, что у меня очередь, я никак не могу. Но вот почему-то по каким-то буковкам я понимаю, что этому человеку, ну, вот интуитивно чувствую, что нельзя отказать, вот не надо отказать. И вот хочу сказать, что да, вы знаете, такие интересные у меня клиентки появились. Просто я рада, что меня интуиция подсказала, потому что вот приходит человек, это какая-то интрига, ты его никогда не видел, профиль у него закрыт. Но по нескольким фразам ты понимаешь, что это твой человек, у вас один уровень юмора, и общаться будет легко, потому что мы же должны ещё получать, такое тепло, и получать какое-то вдохновение от общения, потому что если человек, вы знаете, заряжен на негатив, то ты тут хоть, не знаю, распластайся, дела не будет. Ну, я пытаюсь, конечно, мои клиенты, все мои дорогие, любимые, родные клиенты, когда-то в своё время я, может быть, вовремя сказала им, что вы прекрасны, что нет некрасивой фигуры, а есть неправильное платье, как говорит гуру Хромченко. Вот, поэтому и мои клиенты не возникает вообще при любой комплекции никаких вопросов, никогда не скажет, ой, я как, извиняюсь, корова или ещё что-то, боже упаси, никогда, я привыкла уже, я избалована таким общением. Когда приходит новый человек, и ты чувствуешь, что тут дела не будет, то всё-таки, естественно, в вежливом виде, и не надо бояться, что эта копеечка от вас уйдёт, вы знаете, уйдёт эта копеечка, придёт другая копеечка, но уже совсем с другим настроением. То есть я рассказывала, как я делаю в прямом эфире, я, может быть, не сразу, потому что мне надо это всё ещё переварить, но я говорю, что я вам позвоню, а через некоторое время я звоню, извиняюсь и говорю, ну, вежливо, что вы знаете, наверное, я вам не угожу. И уверяю, лучше так сделать, чем потом пережить вот эту массу эмоций, от которых, в первую очередь, вы страдаете, но и очень важно, что страдают ваши клиентки. Вы выпадаете из настроения, вы выпадаете из ритма, и страдают ваши клиентки, которые ждут привычно от вас какого-нибудь очередного наряда, а вы не можете, потому что вот этот случайный человек вас вывел из строя. Поэтому, мои дорогие, надо вовремя говорить «нет». Я очень рада за то, что я наблюдаю за своими коллегами, я очень рада за то, что вот поначалу, когда смотрела их странички, то было всё как-то очень робко. А сейчас смотрю уже, такие вещи выдают. И я так надеюсь, что интернет — это, конечно, очень хорошо, потому что, естественно, ты сравниваешь себя, ты стремишься к лучшему, ты понимаешь, ты где-то понимаешь, уверенности тебе придаёт, то, что ты, оказывается, ещё очень даже хорош. Поэтому по ходу наших роликов, если вам будет интересно, мы будем такие моменты обсуждать. Я думаю, никого это не оскорбит, ни наших любимых клиентов, ни наших начинающих или не начинающих коллег. Это естественно, что мы будем общаться. Вот я очень долгие годы говорила, жалела, что, конечно, когда ушла с производства, из коллектива, ну, просто детки были маленькие, ездить было через весь город в 6 утра, это очень сложно. Я возвращалась вообще, выжатый лимон, дома совершенно не оставалось сил ни на что, поэтому, да, потихонечку ушла с производства. Вот. И очень долгие годы, поскольку я в основном шью заочно, в основном, вот только новые клиентки приходят, то я примерки делаю, и то до поры до времени, я думаю, что им тоже будет удобно, если будет это одна примерка, а то и вовсе без примерок. Вот. Поэтому исчезло общение с коллегами, это было очень-очень плохо, потому что ты варишься в собственном соку. А сейчас, пожалуйста, Инстаграм, спасибо всемирной паутине, мы общаемся, вот такие ролики, оказывается. Я не думала, что это будет кому-то интересно, например, мой муж сказал, ну, кому это интересно? Ну, потом оказалось, что, ну, вот таким же, как я, интересно. Вот мы с вами поговорили, зарядились, я надеюсь, зарядились на позитив, пошли каждый за свою машинку, с каким-то особым настроением, будете работать с какими-то особыми мыслями, по крайней мере, я так делаю, мне это греет душу. Ну, конечно, бывают и негативные моменты, там, какие-то замечания, я вот заметила, что наша молодежь, конечно, ну, молодежь во все времена была немножко дерзкой, вот если научилась какую-то одну вещь сделать красиво, то она уже считает, что она может давать советы, это тоже есть такой момент, не очень приятный, честно говоря, неприятный в том смысле, что от этого человека ни разу ты не видел лайка, я вот как на грех все запоминаю, и тут ни лайка, ни какого-то комментария, то есть все, что я делаю, для него остается равнодушным, то есть он относится к этому равнодушно, а тут вдруг какой-то, какой-то такой спорный моментик, и тут вдруг, вот понимаете, настает звездный час, и этот человек, будучи молодым, начинающим, уже начинает, извиняюсь за выражение, умничать, но я так думаю, это болезни роста, мы все были в молодости максималисты, дерзкие, хотя у нас в Армении так воспитывали молодежь, что что бы ты ни думал, старшим ты возражать не будешь, не будешь вставлять свои пять копеек, потому что подразумевается, что ты молод, еще многого не знаешь, поэтому со временем, я так думаю, молодежь подрастет, поумнеет, станет более уважительно, ну вот не хотелось бы на такой ноте заканчивать, сегодня я уже как бы свободнее общаюсь, я надеюсь, что все будет в дальнейшем хорошо и будет интересно, традиционно скажу, подписывайтесь, дорогие мои, на мой канал, я так думаю, мы с вами и посплетничаем, пошутим, жалко, что конечно, вот видите, я получается, что сам с собой веду беседу, но я вас всех мысленно представляю, ну, дорогие мои коллеги, за всем прощаюсь, всех люблю, говорю это искренне, я человек доброжелательный и стараюсь замечать в людях только самое лучшее, а в ком я так его и не нахожу, я просто забываю и все, ну все, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok